всем привет и добро пожаловать обратно в крипто вселенную сегодня мы поговорим о биткоине и будем обсуждать его контексте индекса доллара сша погнали я хотел выпустить гораздо более длинное видео по эфириуму и потому что я думаю он будет делать остаток года но я оставлю это на другой день не думаю что я хочу делать часовое видео сейчас я хочу выпустить быстрое видео немного убеждения в этом взгляде но я бы сказал может быть 60 70 процентов шанс того что это произойдет так что стоит показать вам идею даже если она не отыграет это одна из тех вещей которые могут быть не актуальны уже завтра что на самом деле лучше и мы об этом поговорим но давайте пройдемся по тем вещам которые я заметил одна вещь в том что мы знаем что биткоин и доллар обычно коррелируется инверсивно например если вы посмотрите на коэффициенты корреляции и посмотрим на крипто акции и металлы и сюда также должен быть включен dx вот он если вы посмотрите на то где доллар к биткоину вы можете видеть что корреляция 024 за последний месяц немного корреляции перейдем на 30 дней последние 30 дней сильно коррелировал но за последние 365 дней корреляция отрицательная обычно идея в том что если биткоин растет доллар не растет если доллар растет биткоин не растет это не всегда происходит иногда они оба и растут и падают но об этом стоит задуматься и что я хотел сделать это посмотреть на доллар и вы знаете как многие люди сравнивали происходящее с 2016 если вы посмотрите и я надеюсь что это не будет длинное видео но если вы посмотрите на возвраты от дна по биткоину и посмотрите на этот цикл по сравнению с шестнадцатым вы можете видеть почему многие люди проводят это сравнение на самом деле в этой точке цикла возвраты биткоина были по сути такими же да вот почему люди смотрят на это люди на это поглядывают сегодня я хотел говорить об эфире давайте быстренько посмотрим на эфир одна из вещей которые стоит отметить в том что тогда была распродажа вот здесь в июне июля августе как и сейчас сентябрь был зеленым так что может быть у нас будет зеленый сентябрь и октябрь был красным но причина по которой это интересно в том что причина красного месяца в том что доллар рос в четвертом квартале 16 года и что интересно в августе шестнадцатого доллар уперся в эту линию тренда третий раз так же как он дошел до похожей линии тренда вот здесь третий раз так что мне интересно наблюдаем ли мы попросту повторение долларом того что он делал в шестнадцатом где у него увеличивающиеся минимумы все думают что он обвалится из-за теоретической рецессии и и всего остального внезапно первоначальные заявки ниже двухсот тридцати тысяч розничные продажи один процент вместо ноль четыре ожидаемых что произойдет если это все еще дальше в будущем и не сейчас и вместо этого люди подумают о черт если это не сейчас то пойдем в обратном направлении так что интересно отскочит ли здесь доллар так как он сделал две тысячи шестнадцатом и он медленно двигался наверх в конец сентября и в октябре взорвался и просто чтобы вы понимали он поднялся с августа до декабря на 10 процентов чтобы была идея сколько это будет 10 процентов наверх это 112 я думаю что это что-то что по крайней мере должно быть на вашем радаре я не говорю что стоит поставить семейную фирму на эту идею я знаю что многие люди будут этого бояться но что стоит помнить это аль сезон о котором вы всегда говорите происходит когда доллар вот так быстро падает и вот так заметьте что в этот год был семнадцатый вот этот год середина двадцатого тире двадцать первого когда все альткоины обгоняли биткоин должно быть интересно обгоняет ли альткоины биткоин вот отсюда от относительно невысокого пика потому что здесь этого не было или пойдет ли опять доллар наверх и и потом будет более серьезный откат в 2025 и тогда будет долгожданный альт сезон о котором все говорят интересно отыграет ли это так потому что если отыграет и эфир скажем поднимется в сентябре как в 16 но потом сольется в четвертом квартале это может быть как раз тем что нужно рынку чтобы все обратно сошлось с тем где теоретически все в кавычках должно быть и если доллар растет то пара альткоинов к биткоину теоретически идут вниз и причина по которой это говорю в том что пары альткоинов к биткоину целом сходится со средней ликвидностью и эта функция дикс вай потому что эта функция баланса всех этих центральных банков и когда вы это конвертируете эти балансы в доллары нужно знать каковы вообще их пары к доллару так что когда вы на это смотрите смотрите на тотал 3 без ее из детей к биткоину и накладываете ликвидность чтобы ликвидность пошла вниз поскольку центральные банки начинают замедлять ужесточение и какой-то степени начинают смягчение чтобы это произошло доллар должен начать расти и тогда ликвидность падает если она падает тогда пары альткоинов к биткоину падают и опять же не очень сильное убеждение в плане долларов мне кажется альткоина к биткоину могут пробиться вниз даже если доллар не будет расти но мне интересно все говорят о цикле 16 но они не говорят о том что сделал эфир в четвертом квартале 16 и кстати эфир падал пока биткоин рос в четвертом квартале 16 я не знаю будет ли так сейчас но вот почему я сказал что биткоин это более безопасное место не значит что биткоин не может падать многие тезисы включали падение биткоина как сравнение с девятнадцатым и он падал но когда вы думаете о долларе и смотрите на биткоин против доллара биткоин против дикс вай что мне нравится это отмечать на долларе риск биткоина и вы можете видеть что когда доллар параболически растет вот когда риск на биткоине падает и часто более высокие уровни идут на падение доллара так что опять же я не призываю ставить все на эту идею это идея с более низким убеждением я постоянно выпускаю идеи с более высоким убеждением так что мне кажется пара таких идей это нормально так что я бы сказал поглядывайте на доллар я буду честен я говорил что думаю что доллар будет расти в лето и он рос он рос я думаю что будет нечестно сказать что долларовые медведи были корректны особенно когда вы на это смотрите и видите что он устанавливал увеличивающиеся минимумы минимум в июле 23 увеличенный в декабре и я сказал что он пойдет наверх в лето и он это сделал но теперь он опять слился и мне интересно это просто еще один увеличенный минимум третий увеличенный минимум обычно четвертая попытка пробивается не всегда но часто четвертый тест линии тренда пробивает и и так что я бы сказал я продолжу держать это в голове потому что здесь вы можете видеть что был первый тест второй тест третий тест четвертый тест пробился мы только на третьем тесте так что что если доллар сделает что-то вот такое я могу определенно что-то такое себе представить я думаю что сложный момент в том что непонятно будет ли это вынос максимума уменьшенный максимум двойная вершина в шестнадцатом здесь был перехай и также кстати после параболического ралли если вы возьмете паттерн баров возьмете вот этот паттерн и просто поместите его вот на этот цикл ну параболическое ралли выглядит очень похожим образом не так ли вот эта фаза затягивается но если вы растянете становится интересно вот это движение здесь похоже ли оно на это и вот эта линия тренда похоже ли она на эту и отскочим ли мы здесь так же как отскочили вот там в четвертый квартал и потом вниз в 2025 и потом альтсезон в 25 очень интересно увидимся